Здравствуйте, друзья! Вы на канале врача-психиатра доктора Джорджа Горбатова. Сегодня у нас 16 июля 2023 года, воскресенье. Видите, уже 16 июля. Совсем недавно было 16 июня. Ну, а так. В природе происходит чёрт знает что. Вчера у нас было 36-37 градусов, а сегодня уже 21-22. Вот вам и всё. Какое самочувствие, какая иммунная система, что может, что может, как может организм реагировать вот на такие, особенно ослабленный старый организм, понимаете, вот так. Много говорят о климовандель или изменении климата, но много только говорят, а делает практически ничего. Вот так вот. С этого хотел начать. Ну, а жизнь продолжается дальше. И сегодня я продолжаю чтение глав из книги профессора Н. Ортнера. Кстати, синдром Ортнера существует. Синдром Ортнера. Потом синдром – это болезнь Ортнера. Это когда при, скажем так, кардиомиопатии, при гипертрофии левого желудочка сдавливается нервус рекурренции, левая голосовая связка парализована. Но я помню синдром Ортнера. Это когда вот так бьёшь по правой, значит, скажем так, нижнему подреберью, и при наличии воспаления холецистита ты ощущаешь боль в области желчного пузыря. Вот так вот. Ну, так вот, сегодня, да, книга эта называется, скажем так, «Боль как диагностический». Это не книга, это маленькая книжоночка. Вот такая вот маленькая книжонка. Сейчас я покажу вам. В оригинальном переплёте. Вот такая вот. Значит, избранные главы. Главы, значит, там будет вот сердечная боль, да, да, потом боль суставная и, 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 и. И, ну, где-то я читал, и ещё какая-то область из его руководства. Ну, это основные, основные, скажем так, зоны, да, человеческого тела, вот, где чаще всего, значит, случаются боли, и эти боли имеют решающее значение в прогнозе. Итак, значит, книга называется «Боль как диагностические симптомы распознавания внутренних и нервных болезней». Перевод со второго немецкого издания доктора Гей Гордона. Книга издательства «Медицина. Ленинград. 1924 год». Так вот, сегодня я продолжаю чтение, чтение, скажем, главы первой «Боли в области сердца» и зачитаю вам большую такую, скажем, главу, да, или остаток этой первой главы под названием «Ангинопекторис» – «Стенокардия». Итак, чувство страха и так называемая предсердечная тоска, то есть особого состояния стеснения в области сердца и позади грудины, очень часто связанного с давлением в шее, сопровождающегося иной раз смертельным ужасом, является наиболее характерным признаком «Ангинопекторис», то есть грудная жаба. Бывают случаи грудной жабы, выражающиеся в одном только чувстве стеснения в груди и в страхе без всяких болей, случаи, заканчивающиеся тем не менее быстрым коллапсом и смертью больного. Но в большей части, кроме чувства страха, наблюдается еще целый ряд ценных симптомов. Прежде всего укажем на боль позади средней части грудной кости или остерни, имеющие направление соответственно положению сердца и иррадиирующую в левую руку, особенно в сторону соответствующей мизинца, то есть локтевую сторону. Эта боль нередко очень сильная, а дает часто в левую часть затылка, шеи и лица, сопровождаясь иногда таким чувством тоски и страха, что больному кажется, что второго подобного приступа он не перенесет. Дальнейшими признаками являются бледность лица, фоциес гиппократика, то есть лицо гиппократа, холодный липкий пот, абсолютное неподвижное тело, больной неподвижно, больной неподвижно стоит или сидит в кровати, задержание глубоких дыхательных движений, хотя в некоторых случаях глубокие вдыхания, наоборот, как будто даже успокаивают боли, ускоренная и только изредка замедленная деятельность сердца, наконец прекращение припадка при некоторых напряжениях, например, при работе брюшного пресса, при отрыжке и отхождении газов пер аннум. Таковы те признаки, которые больше всего характеризуют припадки настоящей грудной жабы. Само собой разумеется, что там, где имеются на лицо все эти симптомы, диагноз не представляет затруднений. Обращаю внимание на то, что так как припадки грудной жабы очень часто заканчиваются произвольной или искусственной при приемах натрия-бикарбоницы отрыжкой, то ее нередко смешивают с гастральгией. Если диагноз стенокардии поставлен правильно, является вопрос о ближайшей причине ее. Мы знаем, что острый перикардиет, рамный острый или даже хронический миокардит, сращение перикардио сердцем, сужение отверстия орты или двустворки, наконец, эмболия и тромбоз венечных сосудов. Все эти болезни могут явиться причиной припадка или даже целого ряда припадков грудной жабы. Наиболее частой причиной является склероз грудной аорты или венечных сосудов, или, собственно, эндаортиз и эндартериитис, люэтика, то есть сифилитический эндартиитис и эндартериитис, сифилитический венечных сосудов. Поэтому мы чаще всего будем иметь в виду именно эти страдания в качестве причины грудной жабы, и нам надлежит только разобраться, какой именно из них играет решающую роль в том или другом случае. Имеем ли мы дело с эндартериитом или, собственно, люэтическим или сифилитическим эндоартитом или же с атеросклерозом, решается с большей или меньшей достоверностью на основании возраста и анамнеза. Молодой возраст до 40 лет говорит обыкновенно за эндартериитис люэтика, то есть сифилитический эндартериит. Но мы знаем, с другой стороны, что атеросклероз отнюдь не является особенностью пожилого возраста, что, напротив, он часто встречается и в 40-летнем, и более молодом возрасте, даже во всяком возрасте. Ввиду этого возраста не имеет здесь, собственно, решающего значения. Равным образом мы не можем вполне основываться ни на анамнезе, ни на наличности обычных послелюэтических заболеваний центральной нервной системы, табес, дарзалис, люэс, цереброспеналис, так как мы знаем, что артериосклероз развивается именно на почве подобной сифилитической инфекции. Решающее значение здесь играет только в ассермановской реакции, хотя, опять-таки, и не во всех случаях. Правда, положительная реакция почти без исключения не указывает на наличие активной люэтической инфекции. Но означает ли это, что люэс непременно связан с артериосклерозом аорты или, собственно, венечных сосудах, и зависит ли грудная жаба от него, является вопросом. В таких сомнительных случаях, разъяснить дело, может только терапевтическое вмешательство, именно полная успешность антисифилитического лечения. Эмболию венечных сосудах возможно предполагать там, где с уверенностью можно диагностировать эндокардит аортальных клапанов. В тех же случаях, где эмболия происходит от атероматозной опухоли, сидящей на корне аорты, диагноз становится более вероятным, чем если причиной болезни послужил тромб венечного, большей частью левого сосуда. За тромб до известной степени говорит продолжительность болей и значительная сердечная слабость, ускоренный, очень малый пульс, слабость сердечных тонов, иногда раздвоение первого тона, острое расширение сердца и явление венозного застоя. В тех случаях, где возможно констатировать образование частичной сердечной аневризмы, диагноз острой закупорки сосудов тромбом или эмболией становится в высшей степени вероятным. Этот диагноз существенно подтверждается еще следующим обстоятельством. Если к внезапно наступившему припадку грудной жабы присоединяется фибринозный или эксудативный перикардит, протекающий с лихорадкой, то эпистенокардинальное происхождение его можно с значительной долей вероятности приписать острой закупорке венечной артерии с последующим инфарктом, перешедшим в некроз и образованием частичной аневризмы сердца. Но с полной уверенностью говорить об этом не приходится. Мне пришлось видеть однажды случай грудной жабы, в которой спустя несколько дней присоединился острый фибринозно-сирозный перикардит, быстро закончившийся летально. Однако при вскрытии был найден не предполагавшийся эпистенокардиальный перикардит, но резкий склероз восходящей аорты и ее дуги со многими атероматозными опухолями. Одна из которых была причиной прободения ее стенки. Именно это вызвало между тем, как самый пристав ангины обуславливался сильным изменением левой венечной артерии в месте ее отхожения. Здесь не было никакого склероза венечных сосудов, никакой закупорки и никакой миомаляции сердца. Некоторые авторы полагают, что аортитис, инфекциоза, также может являться причиной ангинопекторис, но я этого не наблюдал. В случае грудной жабы, сопровождаемой и радиацией болей в соседние области, никогда нельзя забывать об остром перекордите, как о возможной причине ее. Так, ко мне обратился однажды больной приезжий из Венгрии, у которого тамошние врачи диагностировали ангином пекторис коронарием. Я нашел у него ясный шум трения плевры и незначительную субфибрильную температуру. При соответствующем лечении перекордит исчез, и ангинозные припадки больше не повторялись. Существует наблюдение, что и плеворитис, сикка, сухой плеворитис, может подавать повод к типичным припадкам грудной жалобы с эрадиацией боли в левую руку с чувством страха, сердцебиением и одышкой. Если диагноз ангинная пекторис на почве острого перекордита и не представляет особых затруднений, то случай, когда причиной ее является сращение перекордия с сердцем, представляется довольно трудными для диагноза. Здесь, по-видимому, создаются механические затруднения для кровообращения и в венечных сосудах все влечет за собой ангинозные припадки. Последние возможные при хронических воспалительных процессах или дегенерации сердечной мышцы без одновременного поражения коронарных артерий. Но диагнозировать эти случаи интровитом во время жизни мне представляется невозможным. Что хроническое отравление никотином, табаком, может обуславливать происхождение припадков грудной жабы является общеизвестным фактом. Диагноз таких случаев устанавливается на основании одновременного существования других признаков отравления никотином, а именно сердцебиение, тахикардии, экстрасистолической аритмии, холодного пота, тремора, ретро-бульбарного неврита, диспептических расстройств и интермитирующей припухлости щитовидной железы. Но не следует забывать, что все эти симптомы не представляются неопровержимым доказательством токсического происхождения подобных ангинозных припадков и стало быть благоприятного прогноза их, ибо известно, что хроническое отравление никотином предрасполагает именно к артериосклерозу венечных сосудов, поэтому у курильщиков табака ангина может быть чисто коронарного происхождения, и уже первый припадок ее может, как мне пришлось видеть, в одном случае повести к летальному исходу у больного, у которого до сих пор не наблюдалось никаких подобных явлений. Вот курильщикам хорошее напоминание. С другой стороны, нельзя упускать из виду, что могут быть случаи, когда усиленных курильщиков стенокорде обусловливается сравнительно легким склерозом или сифилисом венечных артерий, никотин же вызывает только судорожное сокращение сосуда, дающее толчок к появлению припадков грудной жабы. Если с прекращением курения всякие стенокардитические явления исчезают, то это служит доказательством токсического происхождения их. Но не следует забывать, что и при артериосклерозе и сифилисе венечных артерий прекращение курения надолго, на месяц и даже годы устраняет припадки грудной жабы. Поэтому даже продолжительное существование стенокардии еще не служит доказательством ее табачного происхождения. Можно с уверенностью исключить одновременный склероз венечных артерий только в том случае, когда функциональное испытание сердца обнаруживает полную работоспособность его мышцы. Подобно никотину и хроническое злоупотребление кофе и чаем – многие злоупотребляют кофе – также может вести к ангенозным припадкам, которые отличаются от настоящей ангина пекторис сердцебиениями, дрожанием и наличием базомоторных симптомов, но если при этом констатируется брадикардия, то это служит верным доказательством того, что данная стерокардия не токсическая, а настоящая. Значит, видите, дифференциальным признаком от стенокардии, да, вот, является брадикардия, потому что при отравлении кофе и чаем там тахикардия. Токсическими ангинами пектора следует считать те редкие неясные формы, которые появляются при хроническом морфинизме, при вдыхании СО2, при углекислых ваннах и при иннекциях туберкулина. Диагноз в таких случаях разрешается, конечно, на основании анамнеза. К числу токсических стенокардий некоторые авторы относят патологические явления, наблюдаемые при хронических отравлениях свинцом, подагре и сахарном мочеизнурении, то есть сахарном диабете. Нельзя отрицать, конечно, что при подагре, например, действительно наблюдается иногда подобные токсические явления стенокардиального характера в качестве викорирующих припадков так называемой сочленованной подагры. Но относительно подобных заболеваний нужно быть по крайней мере в наших странах крайне осторожным. В двух случаях подагры, которые мне пришлось наблюдать, где имелись довольно типичные ангинозные припадки. Один из них относился к мужчине 36 лет. Я не нашёл ни в сердце, ни в сосудах ничего ненормального. Поэтому я поставил здесь диагноз токсической, то есть подагрической ангинопектори. однако оба эти больные вскоре погибли во время одного повторного припадка стенокардии и я полагаю, что в обоих случаях я имел дело с артериосклерозом венечных сосудов. В третьем подобном же случае я поставил диагноз коронарной ангинопекторис в разрез с тремя коллегами диагностировавшими здесь грудную жабу на почве подагры. Однако больной этот погиб потом во время купания в тёплой ванне от классического ангинозного припадка. То есть Ортнер, доктор Ортнер оказался в данном случае прав. Табы сдорзались, то есть спиная сухотка, сифилитическое поражение спинного мозга. Может быть частой причиной ангинозных припадков на первом плане стоит здесь сифилисаорты или собственно венечных артерий. Далее табы по крайней мере в нашей местности бывают довольно часто связаны с недостаточностью ортальных клапанов и уже одно это совпадение указывает, что отдельные случаи табы сангинопектор могут зависеть от поражения артерии коронариум в тех местах, где они начинаются от сифилитической или артериосклеротической орты. Но я хочу подчеркнуть, что по моим наблюдениям эти случаи представляют собой исключение насколько часто встречается недостаточность ортальных клапанов при табесе настолько же редко здесь встречается ангинопекторис вера, то есть истинная ангинопекторис. Противоположность этому встречается случай табес дарзалис спиной сухивотки в которых ангинозный припадок имеет такое же значение как и табетические припадки. Чтобы разобраться в обоих этих видах ангин необходимо обратить внимание на их ближайшие поводы в то время как припадки настоящей грудной жабы зависящие от поражения артерии коронариум чаще всего обусловливаются физическими напряжениями бегом подъемом на крутые лестницы быстро ходьбой вскоре после обильной еды резкими переходами от одной температуры к другой при выходе из теплой комнаты на холодный наружный воздух вот что сейчас происходит нарушениями диеты и наконец психическими возбуждениями припадки табетические ангинопекторы наступает обыкновенно независимо от этих обстоятельств по-видимому совершенно без причин и внезапно значит настоящая ангина связанная с поражением венечных сосудов чаще всего обусловливается физическими напряжениями бегом подъемом на крутые лестницы быстрой ходьбой вскоре после обильной еды резкими переходами от одной температуры в другой или разницей температуры или чаще всего низкие температуры при выходе из теплой комнаты на холодный наружный воздух нарушением диеты и наконец психическим возбужением при падке табетической ангины пекторис то есть сифилитической наступает обыкновенно независимо от этих обстоятельств по-видимому совершенно без причин и внезапно вот видите это настоящая клиническая диагностика не аппаратная то есть эта диагностика заставляет врача думать делает врача врачом а не та диагностика когда пожалуйста электрокардиограмму или тропонин проверим вот и диагноз яси то есть там врачи уже скажем так включают извилины мозговые гораздо меньше степени за них работает аппаратная или лабораторная служба так ангинопекторис нервоза о нервоза сэу гистерика значит ангинопекторис нервная или гистерическая отличается от настоящей венечно-сосудной ангины с которой она имеет сходство по и радиации болей в одну или обе руки и чувствует давление позади грудной кости и в шее особым состоянием больного во время припадка при настоящих грудных жабах больные совершенно спокойны между тем как при нервных формах их они стонут и кричат вообще очень беспокоятся соответствующая реакция но я лично не придаю особого значения этой разнице мне пришлось видеть больного страдающего ангенопектори закончившийся через короткое время смертью его который во время припадка катался от боли по полу я наблюдал больных с этой ангиной бросавшихся по постели во время припадков ее не переставая кричавших стонавших и жестикулировавших у которых припадок их оканчивался летально ромберг сообщает о случаях летально окончивших сосудно венечной грудной жабы во время припадков которые больные извивались от боли и у них наблюдался даже арк де циркле то есть истерическая дуга поэтому Ортнер не придает значения поведению аффективному далее при истерической стенокардии больные жалуются обыкновенно на затяжные боли на полноту груди и на чувствительность позади нижней части грудной между тем как при коронарных формах ее они испытывают большей части такое состояние точно их зашнуровывает точно на груди у них лежит какая-то тяжесть или же они испытывают какое-то жжение причем относят болевые ощущения преимущественно к маннубриум стерни отчасти быть может вследствие рефлекторного сокращения интер костальных мышц мышц наконец и самая и радиация болей в области левого нерви ульнарис локтевого нерва вплоть до самих пальцев кажется мне говорит больше за ангину анатомического чем нервного происхождения вот вам диагностическая дифференциальная диагностика ангины пектера скажем так органического повара это вот поражение или функционального припадки припадки настоящей грудной жабы по крайней мере в начале болезни появляются редко с недельными и месячными промежутками большей частью по ночам и двятся обыкновенно недолго припадки припадки настоящей грудной жабы по крайней мере в начале болезни появляются редко с недельными или месячными промежутками большей частью по ночам по ночам и длятся обыкновенно недолго при нервной же псевдоангине они начинаются шумно так сказать театрально повторяются один за другим по 30-40 раз обыкновенно днем и оканчиваются плачем судорожного характера опять дифференциальная диагностика в некоторых случаях о характере болезни можно судить по ближайшему поводу вызвавшему ее припадок при нервной ангина пекторис последний наступает обыкновенно не после физических движений но вслед за психическим возбуждением хотя последний при настоящей ангине может явиться провоцирующим моментом особенно же при столкновении больного с массой людей например при посещении церкви общества и тому подобное кроме того и давление крови может дать некоторые указания для дифференциального диагноза именно при настоящей стенокардии наблюдается довольно часто но не всегда повышенное артериальное давление во время припадков и во время припадков и понижения промежутков между ними между тем как при нервной ангинопекторе если и бывает повышенное давление во время припадков то в паузах между ними не наблюдается обыкновенно никакого повышения кровяного давления но наши больные часто жалуются на тревогу и повышенные значения кровяного давления когда во время припадка имеется выраженная брадикардия я считаю ее скорее за симптомом настоящим чем нервной грудной жабы брадикардия тахикардия все-таки говорит пользу нервной ангины значительная разница в температуре имректо то есть температуре в прямой кишке и в подмышечной впадине выше 0,6 до 1 градуса Цельсия точно также говорит скорее за настоящую чем за нервную ангину на истерический характер ангины указывает и другие нервные явления несвойственные обыкновенно настоящая стенокардия как например резкое тахипное тахипное одыш значит одышка или же ненормальная половая жизнь являющаяся довольно частой причиной ее но здесь я должен обратить внимание на одно обстоятельство которое по моему мнению является источником довольно частых и роковых ошибок в качестве важного признака истерии мы считаем так называемый истерический глобус гистерикус но это явление я подчеркиваю это наблюдается довольно часто и при настоящих грудных жабах некоторые больные жалуются во время стенокардических припадков на чувство зашнурованности цузамен гешнюр гешнюрцзайн зашнурованности в глотке которая ошибочно принимается за глобус гистерикус и подает повод к ложному диагнозу ангина пекторис гистерике от описанной формы нервно-истерической ангины следует отличать особенное состояние которое можно было бы назвать ангинофобией состояние это нередко встречается в практике врачей характеризуется следующими признаками жалобами на давление и рвущую боль в области сердца и позади стерни большей частью без радиации но с чувством стеснения сердцебиениями и вазомоторными явлениями появлению этого состояния существенно способствует психический аффект и именно одна мысль о возможном появлении болей физическое напряжение не играет в данном случае никакой или почти никакой роли но здесь помогает разобраться в диагнозе целый ряд других данных и именно отрицательные явления в органах чрезмерная гиперестезия кожи в области сердечного толчка наконец психическое состояние больного которого при всяком движении преследует мысль что у него сейчас начнется припадок между тем как последний не наступает если удается отвлечь его внимание от этих мыслей помимо этого точку опоры дают и другие более или менее резко выраженные данные вроде затрудненного дыхания и состояния депрессии и гипохондрии а также некоторые другие признаки не встречающиеся при настоящей ангинопекторис вот видите описывается дифференциальный диагноз сердечной боли или гипертонии значит органической природы и функциональной я знал одного врача который жаловался постоянно на давление и чувство полноты позади стерни то есть грудной кости который жаловался постоянно на давление и чувство полноты позади стерни появлявшихся у него после психических возбуждений и физических напряжений исключительно по утрам и почти никогда после обеденное время всегда связаны с некоторым затруднением дыхания глубокий вдох коллега старался дышать очень поверхностно способствовал исчезновению у него чувства давления оба эти момента затем то обстоятельство что у него появлялось это состояние именно до обеда даже тогда когда он ехал по улице резкая гиперэстезия всей области сердца стерни ребер или левосторонних интеркастальных промежутков навели меня на мысль о нервной ангенопекторе или вернее ангиофобии несмотря на то что на первом тоне аорты был систолический шум второй тон был акцентирован а периферические сосуды несколько склерозированы я обращаю ваше внимание на то что мне приходилось видеть случай настоящей грудной жабы с ретростернальными болями вследствие артериосклероза аорты в которой движение например ходьба сначала как будто способствовали появлению припадка который однако скоро проходил при дальнейшем движении больного так например один больной при подъеме на гору вначале чувствовал появление артальной боли но он не обращал на нее внимания боль скоро проходила и он продолжал свое восхождение при очень хорошем самочувствии при ангиофобии обращают на себя внимание резкие вазомоторные явления холодные конечности часто покраснение лица сильная бледность при всяком волнении появление слез биение каротидных сонных артерий слом целый рад явлений на которые обыкновенно самые больные обращают внимание в подобных случаях имеется несомненно и артериосклероза орты или венечных сосудах именно он является причиной ненормальной возбудимости сосудосуживающих центров но однако его недостаточно по-видимому в общей нервной возбудимости и в связи с нею в раздраженном состоянии вазоконстрикторов сосудов сердца и кроется вся суть подобный псевдоангин ангин кроме указанных моментов для дифференциального отличия ангиофобии то есть ангина не ангия ангинафобии то есть страха грудной жабы от грудной жабы служат часто ищут обстоятельства что при первой чувство страха на которое жалуются больные кроется больше в их представлениях чем в действительности наконец я хотел бы указать еще на одно общее диагностическое правило с людьми старше сорока лет нужно быть очень осторожным в диагнозе чисто нервной ангинопектории подобный случай дело идет чаще всего о комбинации нервного компонента с анатомическими данными то есть с артериосклерозом видите уделять внимание возрасту что касается кстати я тоже уделяю внимание если молодой если вот люди часто пишут возраст не сообщают описывают симптоматику типичную там для депрессии для вегетососузистой дисфункции да вот или психовегетативной дисфункции и если мне пациент сообщает возраст молодой значит естественно это облегчает диагностику видите и тут то же самое что касается припадков ангинопекторис нервоза то есть нервной грудной жабы развивающейся на почве сексуальных неврозов то необходимо указать что они сопровождаются чувством давления и стеснения в груди болями в области сердца и иногда даже коллапсом нередко они появляются вслед за мастурбаторными эксцессами в сильных сердцебиениях не бывающих совсем при настоящей ангине затем в локализации боли не позади стерни но в самой сердечной области с гиперэстезией кожи на этом месте заключаются руководящие точки опоры для правильного распознавания этой картины болезни больные нередко жалуются на сильные боли позади грудиной кости с радиацией их в руку и на ангиноподобные припадки приявления пароксизмальной тахикардии вот и аритмия здесь дело сводится по-видимому к кишемии сердечной мышцы но в случае пароксизмальной тахикардии частота пульса очень велика минимум 160 ударов в одну минуту и это дает возможность руководствоваться при диагнозе пароксизмальная тахикардия необходимо указать что припадки грудной жабы протекают иногда так и сопровождаются нередко такими симптомами что диагноз их становится очень трудным ввиду важного значения последних я позволю себе здесь вкратце остановиться на них прежде всего необходимо указать что бывает случаи даже очень тяжелых стенокардий протекающих совершенно без чувства страха у больных мы уже раньше указали что было бы совершенно ошибочно делать обратные заключения то есть на основании одного тока этого чувства предполагать анатомические изменения в основе подобных припадков таким образом в каждом отдельном случае нужно выяснять не есть ли чувство страха у больного психогенного происхождения мы уже говорили о том что припадки настоящей грудной жабы чаще всего являются после физических напряжений но бывают такие случаи которые никогда не возникают в связи с ними а появляются всегда подобно нервным то есть истерическим формам исключительно по ночам пробуждая больных со сна я не говорю о том что есть больные у которых бывает помимо дневных припадков связанных с физическими напряжениями еще ночные более продолжительные чем дневные обыкновенно связанные со склерозом венечных артерий но я хочу указать что у больных появляются иногда ночные припадки которые не могут быть связаны ни с поздними ужинами ни с ненормальным количествами принятой пищи ни наконец с какими нибудь другими причинами припадки эти появляются совершенно произвольно причем физические движения оказывают даже благотворное влияние на подобных больных тем не менее мы имеем в них дело со склерозом венечных артерий посмотрю сколько еще немножко так у меня было двое больных которые погибли во время таких ночных припадков и факт этот еще раз подтверждает сделанное на этот счет наблюдение это данные Куршмана в случаях нерезких таких припадков мне представляется довольно важным с диагностической точки зрения факт благотворного влияния физических напряжений предупреждающих обыкновенно наступление припадка это указывает на то что в данном случае припадки обусловливаются ищемия сердца во время ночного покоя и движения устраняли ее предотвращая припадок совершенно обратно положение вещей при той форме ангины пекториус которая носит название диспептогенной здесь припадку благоприятствует прием определенный или какой-либо другой пищи между тем как физические движения остаются без всякого влияния на них уже в одном этом этиологическом обстоятельстве кроется известное указание для постановки диагноза не менее чем слабая степень припадка его продолжительность легко констатируемая дилитация или расширение правого желудочка и акцентуация второго тона на артерия пульмонализ на который указывает обыкновенно французский автор но я должен сознаться что подобно к релю отношусь скептически к подобным диспетогенным ангинам те случаи которые я наблюдал касались артерия склеротиков у которых острая диспепсия обуславливала наступление припадка в качестве важного симптома нервно-истерическая ангина пектора указывает часто на сопутствующую припадку полиурию то есть большое количество светлой мочи так называемой уриноспастика но не следует чрезмерно увлекаться этим симптомом который является подобно слюнотечению рефлекторным актом сопутствующим стенокардическому припадку для диагностики вазомоторной ангинопекторы важно наступление ее при влиянии холодно и одновременное появление других видимых вазомоторных явлений а именно парастезии холодных и бледных конечностей лица но и здесь нужно быть очень осторожным с диагнозом во-первых холод может служить причиной наступления припадка настоящей грудной жабы ускольких больных припадок появляется при переходе их из теплой комнаты на наружный холодный воздух или даже когда они ложатся в холодную постель с другой стороны еще более важным представляется мне то обстоятельство что подобный базомоторный феномен может предшествовать и припадку настоящей стенокардии еще недавно я видел одну больную у которой незадолго до наступления припадка стенокардии верхняя левая конечность становилась бледной и холодной в ней появлялись боли простиравшиеся до самого плеча и отдававшие в сердце резко выраженный страх бледность лица и наконец сильный пот подобные же сосудосуживающие явления в виде бледности холода кожи парастезии и сильных болей могут наблюдаться и на обеих и даже на всех четырех конечностях мало того дело может доходить даже до полного закрытия просвета той или другой артерии и все же мы будем иметь перед собой настоящую грудную жабу в заключение хочу сделать еще одно замечание если мы имеем дело с болезнью развившейся при внезапной перемене погоды то должны иметь ввиду именно ее нервное или собственно вазомоторное происхождение понимаете изменение погоды внезапно начинающий дуть южный ветер в холодное время года когда то есть значит в холодное время года являлся причиной как я неоднократно видел наступление тяжелых припадков ангина коронария вера то есть истины грудной жабы окончивших гибелью больных и я думаю что ближайшей причиной следует считать те вазомоторные изменения которые явились следствием влияния этих южных ветров это в мюнхене такое происходит в чем дует южный ветер и там страшные дела там и инфаркты и мигрени и головные боли и так далее и так далее ну вот так видите очень интересная книга причем клиническая клиническая не лабораторная сейчас же клинику не описать интересно после всего изложенного нам нужно заняться рассмотрением тех болезненных процессов которые протекают наподобие грудной жабы наподобие и могут ее симулировать на первом плане здесь находятся болезни органов кровообращения которые легче всего смешать с припадками ангина пекторис так как они сопровождаются часто похожими на нее болями так например внезапное кровоизлияние в полость перикардия и острое развитие артальной недостаточности могут быть легко приняты за припадки стенокардии но они отличаются от нее тем что боль при них локализуется не позади грудной кости а в прекардиальной области затем идет целый ряд других заболеваний как склероз и тромбоз артерия пульмонализ новообразование сердца опухоли средостения тромбоз вены вены значит полой вены да тромбоз полой вены верхней и так далее которые по своим симптомам могут напоминать припадки грудной жабы но отличаются от нее особенностями на которые отчасти было уже указано выше из-за болеваний более отдаленных органов могущих симулировать припадки грудной жабы укажем прежде всего на прободение язвы желудка то есть на развитие острого перитонита исходящего из желудка в таких случаях кроме сильных болей больные могут испытывать даже такое же чувство страха которое наблюдается при настоящей грудной жабе но здесь помогает разобраться следующие соображения при ангиноболь сосредотачивается не в области сердца а в глубине позади грудной кости при улькус вентрикуле при язве желудка имеется более значительная чувствительность при давлении и поколачивании в области эпигастре напряжение брюшных покровов кремесь крови в испражнениях и так далее не говоря уже об анамнезе если пользоваться если появляется однократная или многократная рвота то она говорит скорее против ангины из-за страдания желудка при том условии конечно что у больного нет никаких мозговых явлений при которых и в течение стенокардии всегда возможна рвота затем важно что когда она появляется если она наступает промежутка между припадками и в течение самого припадка то это указывает на застойный характер не на застойный катар желудка который может предшествовать обострившаяся недостаточность сердца во всяком случае мы при наличности подобной недостаточности найдем всегда тахикардию неправильность пульса аритмия ненормальную слабость сердечных тонов эмбриокардию а иногда и расширение сердца наконец нет и кровяное давление дает здесь некоторые указания при грудной жабе оно большей частью повышено а при остром перитоните всегда понижено при появлении внезапных болей судорожного характера в области сердца или позади грудной кости болей ирадиирующих иногда в левую руку и в область левого тригеменуса тройничного нерва лицевого связанных с чувством страха нужно думать о припадке желчнокаменной колики мне пришлось однажды видеть больную сорокалетнюю женщину которая жаловалась на боли только в указанных местах так что у нее можно было предположить истерическую ангину поэкторис или табачную ангину в дальнейшем течении боли появились в эпигастре и эррадиировали в спину и тогда был установлен диагноз холиотии холиолитиаз то есть желчнокаменной болезни так как присоединились еще опухоль печени болезненность инцидуры желчного пузыря и лихорадка с периодической припухлостью желчного пузыря ввиду этого необходимо во всех случаях болей напоминающих стенокардию исследовать и печень пальпаторно и перкуторно ее чувствительность в области инсизура в особенности на высоте в дыхании равна и выяснять прочие симптомы печеночной колики начальная озноб жар и радиация в спину уробилинурия с целью не принять коликам гепатикам за грудную жабу особенно затруднительным не представлялся недавний случай с одной пожилой дамой страдавшей лет 10 тому назад несоменным припадком почечной колики у которой я мог констатировать симптомы артериосклероза или артериосклеротической миофиброза мышечного фиброза сердца с расширением левого сердца и общими застойными явлениями с неделю тому назад у нее появились сильнейшие боли в эпигастре в груди и в сердечной области с радиацией в левую руку и обе стороны шеи печень ее была умеренно увеличена и довольно чувствительна нет столько в области инцезуры сколько по средней линии принимая во внимание бывшее у нее резкое чувство страха смерти и радиацию боли только в левую руку и отсутствие кожной гипералгезии я склонился к диагнозу грудной жабы а не холили а не холили тяс то есть желчно-каменной болезни для которой не было уробилинурии уробилинурии попутно замечу зеечную небольшие недолго длящиеся подъемы температуры появляющиеся в течение припадков не являются абсолютными симптомами говорящими против грудной жабы напротив лихорадка может быть и при ней и по-видимому вследствие образования миокардитических болезненных очагов сердца не говоря уже об эпистенокардиальном перикардите о котором мы упоминали уже раньше диагноз подобных случаях может быть чрезвычайно затруднительным иногда мы имеем дело с больным который жалуется на сильные боли позади грудной кости и страдает как показывает исследование аортальной недостаточностью я имел такого больного с неполной аортальной недостаточностью и небольшим расширением левого желудочка у которого после многих лет полной безболезненности вдруг появились ночью сильнейшие боли позади грудиной кости и кнаружи от правого соска один врач диагностировал у него кишечную колику другое хилию желудка третий хроническое отравление никотином после однако одного из таких припадков у него появилась желтуха державшаяся четыре дня с резкой билирубинурии явилась возможность поставить диагноз печеночной колики несложно но так как у больного была неполная артальная недостаточность вассермановская реакция положительная то есть сифилис а печени селезенка увеличены я предположил у него люизгепатис то есть сифилис печени который и дал картину этих болей другой случай относится к семидесятилетнему старику у которого вдруг появились боли инэпигастрия в эпигастрии поперек живота и в верхней части грудной кости чувство стеснения одышка хрипы и каши с выделением пенистой мокроты я заподозрил у него грудную жабу с отеком легки при исследовании я нашел резкий артериосклероз сильным расширением левого желудка сердца и метральной недостаточности но вскоре мне стало ясно что боли обуславливали не грудной жабой но острой застойной печени она была у него увеличена и при давлении на нее больной испытывал такие же боли как и во время припадка на него указывало на это указывало уже распространение боли в верхней части живота они обращают на себя внимание во время припадка а затем на диагноз наводят резкие колебания в объеме печени или размера печени и наличие симптомов застойной печени уробилинурия я наблюдал еще три таких случая в которых боли в левой части эпигастре в левой части эпигастре и позади грудной кости были последствиями острой застойной печени последняя достигала во время припадков значительного увеличения и сопровождалась уробилинурией интересно что во всех этих случаях припадки наступили непосредственно после значительных физических напряжений и исчезли после трех-четырехдневного содержания больных постели из других органов брюшной полости рак панкреатической железы может вызвать сильные боли и симулировать припадок грудной жабы но здесь помогает диагнозу то что боли редко локализуются в области сердца большей же частью они распространены по всему животу затем решают дело симптомы свойственные заболеванию этой железы затем и при карциномии желудка у больных бывают боли позади нижней части грудной кости которые усиливаются при ходе и движении им могут симулировать грудную жабу но диагноз таких случаев облегчается констатированием или артериосклероза и специально склероза орты или же желудочных явлений которые вместе с анамнезом указывают на истинный характер заболевания улькус и карцинома то есть язва и рак вентриколе желудка особенно могут подавать повод к диагнозу ангинопектори в тех случаях когда страдания эти связаны со стенозом пилориса так как в таких случаях часто наблюдаются ночные боли с чувством страха давление в груди и тому подобное но разобраться здесь помогает во-первых коликообразный характер боли затем отрыжка тухлыми яйцами обильные рвоты и наконец нахождение сорцины в рвотных массах и виспражнения само собой разумеется что иногда возможно и комбинация с настоящей грудной жабой далее по моим наблюдениям упорные запоры и диспепсии при которых появляются стеснения в груди и боли позади стерни грудной кости также могут подавать повод к смещению этих страданий с припадками грудной жабы дифференциальный диагноз между этой картиной ангины рефлекторного или токсического характера и настоящей грудной жабой основывается на полном исчезновении первых по устранению вторых особое внимание заслуживает дифференциальная диагностика случаев грудной жабы отаракобронхиальных невралгий мы уже неоднократно указывали на то что грудная жаба может сопровождаться возомоторным возомоторными явлениями в левой верхней конечности и что часто первым симптомом ее может быть боль в локтевой стороне руки которая отсюда распространяется вверх подобно вверх плечевой вверх нет вверх на плечо и затем локализуется позади грудной кости в области сердца в подобных случаях ангина становится очень похожей на припадке грудинно-плечевой неврологии но здесь нужно руководствоваться нахожением типичных болевых точек субъективным чувством тяжести объективным нарушением чувствительности пораженной области ровно как усилением болей при движении затронутой конечности я наблюдал случай грудной жабы где движение левой верхней конечности вызывало каждый раз обострение ее припадков так что больной удерживал руку в совершенно неподвижном положении здесь имелось также гипералгезия в области левого нерва ульнарис то есть локтевого нерва и соответственной части груди но тут правильному диагнозу помогли жалобы больного которому было 60 лет на стеснение в груди и чувство страха в случае где боль ограничивается только грудью и никуда не иррадиирует может появиться вопрос имеем ли мы дело с грудной жабой или межреберной невралгией и здесь решающим моментом является нахождение типичных болевых точек при невралгии и независимость ее от движений тела но с другой стороны диагноз отчасти затруднен следующим обстоятельством существуют несомненные случаи настоящей грудной жабы зависящие от склероза венечных сосудов или аневризмы аорты где боли имеются не только позади грудной кости но и вправо и влево от нее большей частью в третьем интерсценальном промежутке межреберном промежутке такие случаи грудной жабы очень похожи на межреберную невралгию при них бывает правда гипералгезия кожи левой части груди но иногда не замечаются другие признаки невралгии например болезненные точки чем можно руководствоваться при диагнозе иногда смешивают грудную жабу с невритом нерви фрейницы то есть невритом диафрагмы вот скажем так с невритом нерва диафрагмального диафрагмального нерва так как и при нем пациенты жалуются иногда на внезапные сильные боли в груди связанные с чувством стеснения но разница здесь очень резкая независимо от основной боли влекущая за собой неврит диафрагмального нерва плеврит пневмония перикардит полиневрит и подъема температуры в связи с ним мы находим здесь значительное диспное при поверхностном дыхании в то время как при грудной жабе само дыхание не нарушено но больной только дышит редко и поверхностно с целью избежать боли помимо этого при неврите всегда имеются на лицо типичные болевые точки сингултус и отсутствует страх смерти с другой стороны и невроз нервиваги то есть невроз блуждающего нерва также может представлять сходство с припадком грудной жабы но и здесь дифференциальный диагноз основывается на дышке симптоме совершенно не свойственном для ангинопектор и не таких базомоторных явлений как озноб общее чувство холода бледность и на таких базомоторных явлениях как озноб общее чувство холода бледность конечности и так далее не только при функциональных расстройствах блуждающего нерва то есть при так называемых ваговазальных заболеваниях Говерса но и при анатомических повреждениях его дело может дойти до тяжелых ангинозных припадков доказательством может служить следующий случай из моей практики он касается сорокалетней дамы с распространенным легочным туберкулезом протекавшим при субфибрильной температуре у нее от времени до времени появлялись жесточайшие боли в области сердца и позади грудиной кости сопровождающиеся тяжелыми припадками страха и радиацией в левую руку замедленным пульсом экстрасистолической аритмией и сильной одышкой при припадке продолжались ее по нескольку часов и уступали действия эритроль эрильтоль тетранитрата который успокаивал боли в значительное облегчение который успокаивал боли и значительно облегчал одышку я поставил диагноз поражение нерви баги то есть поражение блуждающего нерва вследствие сдавления его медиастинальной железой или вследствие токсически инфекционного неврита действительно на вскрытие была найдена полная дегенерация левой медиастинальной ветки нерви баги то есть блуждающего нерва вследствие сдавления ее ретро бронхиальной туберкулезной лимфатической железой и туберкулез обоих легких что же касается сердца аорты и сердечных сосудов то они оказались без всяких изменений видите как сложно так где потерял да на основании этого случая и подобного же наблюдения ракетанского необходимо прийти к заключению что анатомическое повреждение блуждающего нерва может влечь за собой ангинозные припадки это становится совершенно понятным если припомнить что этот нерв имеет сосудодвигательные волокна для венечных сосудов раздражение которых и дает картину грудной жабы в данном случае диагнозу помогли с одной стороны это если можно так выразиться доброкачественное замедление пульса которое наблюдается только при самых тяжелых формах настоящей грудной жабы очень скоро оканчивающихся летально а с другой стороны одышка и поразительное действие нитроглицерина и особенно эритро эритроль тетранитрата замечу здесь попутно что подобные же припадки боли описаны и у детей с громадным туберкулезным бронхиальным вернее с громадным туберкулезом бронхиальных желез именно вследствие сдавления блуждающего нерва данные варьио варьио мне хочется остановиться еще на одной болезни которая имеет сходство с грудной жабой и может быть смешана с нею я имею ввиду веретенообразное расширение пищевода дело в том что после раздражающей пищи а иногда и без нее вследствие чрезмерного образования в желудке газов или кислоты и подъема их в пищевод делается внезапно спазм мускулатуры его выражающаяся в очень интенсивных болях позади грудной кости болим кажется при этом что их грудь разрывается на части или будто у них в желудке находится тяжелый камень а ощущение сопровождается чувством сильнейшего страха и стеснения в груди боли эти могут и радиировать вдоль ребер симулируя межреберную неврологию или плечо и в руку тем не менее диагноз в данном случае поставить нетрудно основывая с одной стороны на явлениях застая пищи возбуждающих сильный кашель и затруднения глотания а с другой на констатировании пустого пространства над желудком что легко установить при пропускании воды через пищевод и при рентгеноскопии этой области совершенно иначе обстоит дело в тех малоизвестных и плохо изученных случаях где у больных независимо от глотания появляется волнообразная волнообразной боли судорожного характера в области между входом в желудок и нижней третьей грудной кости которая то поднимается вверх то опускается вниз и заканчивается отрыжкой в таких случаях дело идет по моему о чувствительном неврозе в области кардио и нижней части эзофаги то есть кардиального отверстия желудка или части и нижней трети пищевода который должен быть назван кардиальгией и эзофальгией я отнюдь не отожисляю этого невроза судорогой желудка то есть гастрологии насколько позволяет судить мой опыт невроз это является то следствием анатомического поражения пищевода например при дивертикулах его улькус пептикус значит пептической язвы и так далее то он имеет чисто нервное происхождение исходя рефлекторно из пищевого из пищеварительного канала то наконец является результатом отравления никотином у привычных курильщиков в некоторых случаях здесь наблюдаются сильнейшие боли больные во время приступа их не в состоянии двинуться с места холодный пон покрывает их лицо малейшее движение усиливает их боли разобраться в таких случаях иной раз очень трудно тем не менее необходимо обратить внимание на то обстоятельство что при подобных неврозах боли идут от мечевидного отростка до нижней трети пищевода не поднимаясь выше и не локализируясь как при ангинопекторе позади грудной клетки затем важен их волнообразный характер и причинный момент к сожалению мы не находим в литературе никаких данных на этот счет но я на основании своего скромного опыта прихожу к заключению что такое кардиологический и эзофальгический невроз встречается и при склерозе грудной аорты являясь являясь по-видимому рефлекторным актом в котором участвует и блуждающий невр но страдание это требует еще основательного дальнейшего изучения бывают случаи грудной жабы при которой боли эррадирует в затылок в нижнюю челюсть причем ее легко смешать с невралгией затылочного или тройничного нерва или в область эпигастра в печень поясницу даже в мошонку или нижние конечности я уже неоднократно отмечал что при настоящей грудной жабе не бывает одышки и что наличность последней при ангинозных припадках указывает на невроз блуждающего нерва обуславливаемый анатомическим или функциональным поражением этого нерва таким образом одышка говорит за то что к грудной жабе присоединилась астма кардиакум то есть сердечная астма распознавание таких случаев не представляет на практике особых затруднений во всех случаях настоящей грудной жабе необходимо по возможности тщательное исследование состояния аорты чтобы установить лет нет ли аневризма ее так как стенокардия часто наблюдается именно в связи с нею при отсутствии данных со стороны венечных сосудов необходимо иметь ввиду что припадки стенокардии могут зависеть от невритоплекс аортици то есть от неврита аортального сплетения на основании своих наблюдений я прихожу к заключению что это возможно вследствие первичного склероза интимы аорты внутреннего слоя в одном моем случае с артерио склерозом восходящей аорты и повторными припадками астмы и грудной жабы я наблюдал одновременный порез симпатических ветвей левого личного и глазного нерва для которого я для которого и вскрытие не дало никаких данных со стороны орта видите чаще всего пациенты ортнера умирают чрезвычайно интересен вопрос на который литература не дает ответа бывает ли грудная жаба сосуда венечного происхождения с подъемами температуры мне кажется что бывает мне пришлось видеть офицера жаловавшегося при ходьбе и даже во время покойного состояния на сильные боли поперек груди особенно позади грудной кости у него в течение почти трех недель наблюдалась субфебрильная лихорадка и лечащий врач поставил диагноз инфлюенции я нашел у него незначительное аневризматическое расширение орты и левого сердца в анамнезе значился у него люэс сифилис и воссермановская реакция дала вполне положительный результат я диагнозировал ангином пекторис эксаортитиде люэтика фебрильи перевожу значит диагнозировал доктор Ортнер ангинопекторис и артид значит артидиды то есть скажем так воспаление аорты люэтического происхождения фебрильной то есть температуры действительно при противолуэтическом лечении то есть при лечении против сифилиса лихорадка совершенно исчезла хотя явления ангинозные остались без изменения припадки настоящей грудной жабы могут следовать один за другим с такой частотой что один припадок еще не окончился как начинается уже второй мы называем такое состояние статус ангинозоз если характер боли не представляется особенным нельзя смешивать его спирикардитом эпигас и спирикардитом эпистенокардиака при ангиозном состоянии больные также жалуются на постоянные боли в сердечной области но они не достигают такой силы как при грудной жабе и не связаны с чувством страха кроме того при перикардите мы имеем лихорадку шум трения перикардия или явления жидкого перикардиального эксудата следует между прочим заметить что развитие такого перикардида задерживает на более или менее продолжительное время ангинозные припадки с другой стороны нельзя смешивать этого состояния из миокардитис эпистенокардиака если обращать внимание на температуру наблюдаемую у больного в редких случаях за статус ангиноза принимаются гастритические боли кризис гастритика имеющие место при табисе при других заболеваниях спинного мозга или при диабетес мелитус при сахарном диабете боли эти обыкновенно локализуются в надчревии или во всем животе но иногда они сосредотачиваются исключительно в области сердца однако рвота локализация боли не столько позади грудной кости сколько в области сердца и наличность прочих явлений табиса дает возможность разобраться с чем именно мы имеем дело затруднения могут возникнуть только в тех случаях когда одновременно с табисом или сахарным мочеизнурением имеется также и артальная недостаточность что наводит на мысль о грудной жабе но тут правильный диагноз ставится на основании наличия прочих симптомов гастрических явлений локализации боли и особенно их повторности ну вот видите такая сложная для понимания но клинически очень интересная глава посвященная дифференциальной диагностике скажем так ангина пекториес то есть грудной жаби и другим заболеваниям близкой этиологии которые могут смешивать имитировать приступы ангина пекториес интересная работа вот но она там посвящена также и дифференциальной диагностике между нервными приступами или психогенными приступами ангина пекториес с вами до следующих чтений как всегда как обычно сердечно благодарю всех потенциальных слушателей этого ролика за проявленный ими интерес говорю сердечное спасибо и до свидания спасибо